Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Сегодня у меня очередной ежедневный обход всех своих посадок. Прошла по всем декоративным кустам, проверила каждый кустик розочки, нет ли на них новых колоний тли. Была очень у нас промозглая, холодная, дождливая погода. Неделю нас заливал, конечно же, сейчас муравьев особо не видно, но это не значит, что их нет. Они все просто передислоцировались в более комфортные для них условия. Конечно же, это подсобные помещения, места для хранения и, конечно же, теплицы. Пойдемте посмотрим, куда мигрируют мои вредители сейчас, в данный момент. Дорогие друзья, вот классический муравьиный ход миграции. Посмотрите, они выбирают прогретые поверхности. Вот здесь у меня, например, старый шпал, который удерживает склон террасы. Вы знаете, что у меня участок находится под горку. Здесь вот первая терраса, откуда мы с вами вышли. Дальше идет понижение. Вот здесь на фоне тепличка. Куда эти вредители сейчас мигрируют? Я уже вижу, что вот со стороны цветника идет дорожка, дорожка, дорожка. Они бегут, бегут, бегут. Вот здесь около шпала они сделали временный перевалочный пункт. Здесь тепло, сухо, а дальше уже потихоньку под землей в более комфортное место. Я сегодня утром уже в теплицу сходила, посмотрела. Все приманочные станции, которые у меня были, которые мы вам показывали в прошлом нашем выпуске месяц назад, они уже все почистую растащили. Нужно раскладывать новую приманку для того, чтобы они там себе, как говорится, постоянные местные дислокации не устроили. Будем их гонять по всему участку, нам такие пассажиры не нужны. От них, конечно, польза есть, но вреда конкретно вот в нашем случае гораздо больше. Дорогие друзья, мы переместились на грядочку, где у меня расположена одна из посадок горошка сладкого для детишек и в том числе для заготовки на хранение. Посмотрите, мы поставили уже опору, я прополола. Сейчас можно будет натягивать сеточку, чтобы горошек заплетался, как говорится, и рос на здоровье. Что хочу сказать? На старте горох всегда очень уязвим. И именно больше вреда ему приносят муравьи. Многие сажают горошек по старинке, подготавливают грядку, формируют рядочки и слегка разбухший заранее замоченный горошек, либо сухими семенами закладывают его в почву и ждут посевов. Проходит время, посевов нет. А все дело в том, что при прорастании все бобовые и большинство культур, такие как морковь, тыква, они выделяют большое количество сахаров и становятся лакомым кусочком для муравьев. Я еще на старте, скажем так, своей огородной карьеры несколько лет так же ждала горошек и пересевала. Теперь я гораздо умнее и хитрее. Заранее все бобовые проращиваю вермикулите и уже с проросточками раскладываю в почву, таким образом предохраняя свои посадки от этих вредителей. А еще, конечно же, муравьи вредят и ягодкам нашим, выгрызая клубничку, которая скоро будет у нас поспевать. И, конечно же, деформируют цветы. Давайте пройдемся в цветник, посмотрим, есть ли там муравьи. Вот майпионы. Это тоже ежегодный магнит для муравьишек. Посмотрите, после обильных дождей, вроде бы должны быть чистые наши кустики, а посмотрите, вот они уже ползают, ищут раскрытшиеся бутончики. Как только... Вот здесь переведите, пожалуйста, камеру, уважаемый оператор. Видите, начинает наклевываться у нас бутон, раскрываясь, и муравьи тут как тут. Они прекрасно там ночуют, они прекрасно там селятся, и это может привести к увяданию цветочка. Соответственно, декоративные свойства будут падать, и красоты мы такой не увидим. Обязательно нужно будет обработать мне сегодня мои растения. И, конечно же, особый урон муравьи приносят, в том числе и в теплице. Вот мы в теплице. Растения здесь тоже под ударом от деятельности муравьев. Многие из вас замечают, что при построении муравейника они стаскивают легкий грунт в кучу, сформируя вокруг стволов культурных растений свои, скажем так, жилища. Растения страдают, увядают. Муравьиная кислота, которую выделяют эти маленькие создания, может повышать даже кислотность почвы. Ну и, конечно же, тля, которую они разносят на практически любой культурный растений, который им по вкусу. Как будем бороться? Обновлять приманку в приманочных станциях. У меня уже здесь все, как я уже сказала, они растащили. Посмотрите, вот ближайшая у меня на средней грядке, и она пустая, ни одной гранулы не осталось. Инсектицида, которую я использую уже не первый сезон, буду бороться снова вот таким средством для, скажем так, уничтожения муравьев, в том числе домашних синантропных и огородных, называется Мурагон от компании Щелкова Аграхим. Это полностью готовая приманка с очень эффективным действующим веществом, которое, помещая вот такие пластиковые крышечки, можно использовать любые и раскладывать по поверхности почвы. Вот такого пакетика мне хватит больше, чем на целую теплицу, займемся делом. Вскрываю упаковку действующее вещество препарата Мурагон диазинон. И очень нравится муравьям, они идут на него словно на какое-то лакомство. И, питаясь вот этим вот препаратом, они уничтожаются и уходят далеко от наших тепличек. Вот, кстати, после применения Мурагона в течение месяца у меня здесь ни одного муравейника не выросло. А приманка вся исчезла. Когда поливаю, обхожу приманочную станцию стороной, стараюсь не мочить гранулы. А лучше вот так вот просто собрать их, убрать в одно место. После проведения подкормки и полива возвращаю их на место. Сколько нужно таких приманок на теплицу стандартную 3х6? Ну, как я уже сказала, производитель рекомендует от 3 до 6 вот таких приманочных станций на 10 квадратных метров. У нас здесь 18, то есть 10-12 вот таких вот поддончиков можно будет разместить равномерно на грядочке. Сейчас я их расставлю и, соответственно, буду спокойна за свои посадки именно в этой тепличке. Дальше развожу таким же способом в парничках и в теплицах Мурагон. А еще вот 4-граммовый вот такой пакетик, еще один разведу в одном литре воды и обработаю пути миграции. Вот там, где видели мы с вами муравьишек и под пионами, там, где у них идет дорожка к кусту, для того, чтобы уничтожить их, чтобы они у нас больше даже близко не подходили к нашим строениям, близко расположенным к дому и, точнее, к участку, откуда они могут мигрировать, непосредственно места хранения, конечно же, в жилые помещения. Вот там от них действительно спасу нет. Они будут доедать не только россиян, но и в том числе нам. Ну что, свои пиончики я подстраховала, пути миграции обработала. С муравьями, надеюсь, мы на какое-то время разобрались. Это битва вялотекущая, с переменным успехом. Я думаю, что наши будут, скажем так, в числе победителей. Огородники, садоводы, я имею в виду наши, под словом. Дорогие друзья, хочу сейчас затронуть одну очень важную проблему в заключении нашего выпуска. Многие из вас активно путешествуют, перемещаются. И часто из командировок, допустим, либо из гостиниц, мест отдыха, в том числе даже и в общественном транспорте, можно подцепить такую неприятность, как постельные клопы. Это кровососущие насекомые, которые очень быстро распространяются по жилищу. Особенно если это дома комфортные такие, где есть места, где им можно спрятаться. И если, не дай бог, вот такого пассажира с собой принесли, или приобрели какую-то коллекцию, допустим, книг, или вещи какие-то с рук, нужно обязательно проводить карантинные мероприятия и обработки. Стоит им попасть в дом, и борьба будет очень жестокой. А самое главное, последствия просто чудовищные. Особенно для маленьких детей, которые спят крепко ночью. Покусы очень болезненные, очень чешутся и очень неприятные. Хочу сказать, что действительно эта проблема очень острая. Поэтому, как только первые признаки увидели, сразу защищайте себя, своих близких, свои вещи и свое жилище. Вот решение этой проблемы может помочь. Вот такой препарат-залп, он тоже от компании Щелкова Аграхим. Он высокоэффективный, у него очень эффективно действующее вещество. И он помогает нам победить вот эту вот напасть. На самом деле, это очень неприятно, очень опасно. И давайте держать ухо востро. Сейчас садовый сезон, огородный, дачный. Многие снимают дачи, в том числе, выезжая за город. Поэтому, когда приезжаете в жилище, в новое, особенно для вас, обязательно исследуйте в первую же ночь на наличие вот этих вот кровососов. Проверяйте все постельное белье, шовчики, матрасы. Заглядывайте обязательно под на матрасники и водонепроницаемые чехлы. То есть вы должны быть полностью защищены. Конечно же, применяйте вот такие средства. Кроме того, вот этот вот инситицид-залп очень эффективен. И от ОС, от шершни, которые сейчас активизировались. Особенно они сейчас начинают размножаться. На участке могут даже людей покусать. И кроме этого, также эффективен от клещей, которые никуда у нас с вами не делись и переносят опасные заболевания. Поэтому, пожалуйста, собирайте аптечку при поездке за город. Она должна быть у вас всегда под рукой. И, конечно же, аптечку садовода-огородника, который помогает нам с этими напастями справиться. Обязательно ссылочку, где приобрести это все, мы вам оставляем в описании к видео. И, конечно же, предупреждаем вас. А предупрежден, значит вооружен. Значит, все будет хорошо. Сезон начинается. И я думаю, что он нас еще порадует. Не только погодой, урожаем, но и яркими цветами. И приятным общением с близкими, родными на даче. Пусть это лето будет приятными воспоминаниями, наполненными которыми мы будем с вами ими подпитываться в течение всего межсезонья. Когда будем ухаживать за комнатными растениями, растерять растаду. С нетерпением ожидая следующего лета. Ну, а это мы с вами проживем на полную катушку. Без вот этих вот паразитов, вредителей, которые отравляют нам жизнь. В саду, огороде и дома. Всего доброго!